У человека они даже с длиной больше, до 45 сантиметров отростая самка. Заражение происходит фекально-оральным путем. Например, немытые овощи, которые контактируют с землей. Зараженные яйцами, так и гмитов. Кошачьи таксахарки есть. Есть вид дирофилярии имитис, который паразитирует. У собачек в кровеносной системе тоже может передаваться человеку через укус и комаровку. Достаточно часто начался у человека. В условиях постоянного контакта с зараженными животными и с переносчиками. А разве антиглистные препараты для собачек они помогают? Собаку нужно постоянно показывать врачу-ветеринару. И постоянно деграматизировать. Раз в полгода, минимально, нужно собаку деграматизировать. И котов, конечно же. Растения храпиваются. Просто с собаками, что... Почему собак нужно чаще? Поскольку собаки чаще контактируют с переносчиком. На этом растении очень часто сидят... И у собак чаще развивается дирофиляриоз. То есть это, соответственно, собака может передать его человеку. А если он уже появляется, вот даже в сердце, как этот метод? А уже, наверное, ничего не произойдет после применения припаса. Зависит от интенсивности инвазии. Например, если у собаки сильная интенсивность инвазии. В сердце их может быть несколько сотен единиц. Каждая по 8 сантиметров длиной. Мы дали собаке ангельминтик, и собака умерла. Потому что у нее развился токсический шаг. Токсикация, разложение. В принципе, за рубежом собак их извлекают хирургическим путем. Вводится в артерию специальный катетер, и они извлекаются с его помощью. Они искренне петлю извлекаются. Вводится в сердце, и из сердца их извлекают. Это сложная операция. Учитывая то, что собака может умереть от сердечной недостаточности. Есть дракунка. При большом количестве тех элементов сердца. То, скажем так, это неплохая технология. Вот это вот дракункулез. Человек может заражаться. С середины 90-х годов зарегистрировано больше полутора тысяч человек. Их два вида. Есть терпельная гимитез, которая в кровеносной системе бороза скроет. Но на человека развивается под кожей. Насколько она не может сперматривать ткани, которым она привела у собаки. Яйца на воду. А вот эта маленькая паночка. Вот сейчас теперь... Это тоже пускай в воду. Вода на платье. Опытный этот человек. Человека нет. Только в тайте на матрию. Оно очень субъективно неприятное. То есть они передвигаются активно под кожей. Они могут вызывать абсцесс. Набухая шишка такая, например. Ну вот это вот дробь. Человек испытывает боль, человек испытывает жжение. Это очень неприятно. Особенно при высокоинтенсивной сезон жжении. Потому что когда их таких... Человек может быть несколько десятков по телу. Для филиариста же плановые болезни. Вот это. Нет. Это называется аскеин. Тут другие филиарии. Это с немытыми руками, с немытыми... Немытые овощи, немытые фрукты. Это такое будет уже, мать и вырастить. У собачки есть. Сами самки, они копулируют. И отрождают личинок. Вот такие, друзья. Прилетел комар, насосался с одной из личинками. Перелетел на человека, мы положим, или на другую собаку. Это могут быть. Пусает, проколует кожу. Личинки убивает комара. Тебя зарассказывают сейчас, где, откуда возьмутся ленты швилинсы, откуда они возьмутся? Они возьмутся, недостаточно прижарить мясом, копченым мясом, копченой рыбой, сушеной рыбой. Есть еще диртеллеры, а это салат, конкретно, прорезтируют мясо. То есть они, у человека, тоже могут копулировать. Которые в этом не хрискутся. А ты собачка.